Возникнуть пожар может из-за особых погодных условий. В Иркутской области гроза и град обрушились на некоторые районы. Молнии стали причиной лесных возгораний, а крупные осадки побили урожай огородников. О последствиях непогоды, а также аномальной жары на севере региона расскажет Ксения Бутина. С неба падают куриные яйца. На самом деле град такого размера. Крупные осадки выпали в Шелиховском районе. Чуть поменьше – в Иркутском. Непогода обрушилась на Иркутскую область. Больше всего осадков выпало в зиме и тулуне. Первые последствия стихии обнаружили садоводы в своих огородах. Град побил урожай. И это может произойти снова. Град не может идти везде. То есть он такой локальный. И, конечно же, это всё связано с развитием кучево-дождевой облачности. Как грозовые явления, как градовые, так обильные ливневые осадки – это всё связано с этим. Это всё один процесс у нас. На ближайшие три дня – 6, 7, 8 июля – мы передаём ещё о том, что условия для развития градовых явлений и гроз сохраняются. Грозы – зрелищное явление. Но последствий от него не меньше, чем от града. Нередко из-за молнии начинаются лесные пожары. После гроз 4 июля появилось 6 новых возгораний. Всего сейчас в регионе бушуют около 30 пожаров. Самая сложная обстановка – на севере области. Причина снова кроется в погоде – аномальная жара. В Бадайбинском и Мамском лесничествах с помощью самолёта-зондировщика пришлось вызвать искусственный дождь. Обстановка очень сложная. Уже засуха стоит несколько недель. Основная сложность в том, что мох сухой, трава сухая сейчас. И горная местность, пожар поэтому быстро распространяется. Сейчас в Бадайбинском районе из-за пожаров введён режим ЧС муниципального уровня. На помощь местным властям прибыли представители правительства региона, в том числе министр лесного комплекса. На месте они координируют тушение возгораний. Непогода в Иркутской области сохранится. Местами ожидаются очень сильные дожди. Ливни, грозы, крупный град. Шквальстое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При этом на севере региона будет по-прежнему жарко. Но повлиять на погоду, увы, мы не сможем. Ксения Бутина, Владимир Пинаев. Новости по будням.